Открывая очередное планерное совещание аппарата администрации района, глава территории Петр Сасин поздравил коллег с Днем муниципального служащего и вручил благодарственные письма и почетные грамоты. Основным докладчиком на совещании выступила Анна Костюченко, руководитель отдела культуры. Она рассказала о деятельности созданного в 2013 году социокультурного комплекса. Это мощное подразделение и без того насыщенного культурного пространства нашей территории призвано увеличить число мероприятий и сделать их масштабнее. Комплекс базируется в здании бывшего речного вокзала, и там уже прошло множество событий. Это выставки художников, фотографов и мастеров прикладного творчества, а также мастер-классы по разным видам искусства. Здесь также создана мощная методическая база, пользоваться которой могут все дома культуры, клубы, музеи и библиотеки нашего района. Не так давно сфера культуры включила в себя и полномочия в области туризма. Для Шушенского района туризм был и остается ключевым направлением. В социокультурном комплексе этим вопросом отводится важная роль. Привлекаются опытные специалисты, разрабатываются туристические маршруты, составляются интересные и информативные экскурсии. Шушенское не должно быть забыто как туристический бренд. Сотрудники социокультурного комплекса – активные участники грантовых программ, которые позволяют привлечь дополнительные средства на организацию и проведение мероприятий. Ведется большая работа по сохранению культурного наследия. Однако, как отметил глава района Петр Сасин, сейчас необходимо провести тщательное исследование объектов, включенных в список культурного наследия в нашей территории, чтобы оставить в нем те, которые действительно представляют историческую или культурную ценность. На совещании обсуждалась также перспектива создания на базе комплекса Музея современного искусства. Подобный опыт имеет успех в одном из российских городов, где в здании бывшего речного вокзала организована такая экспозиция. В эти дни социокультурный комплекс готовит ряд мероприятий, посвященных юбилею Победы. Вторым вопросом повестки дня планерного совещания были нововведения в законодательстве. Одним из них стало закрепление поправкой в федеральный закон за муниципалитетами вопросов борьбы с беспризорными животными. То есть отныне поселок и сельские территории будут самостоятельно решать эту волнующую многих проблему. Участники совещания обсудили также ситуацию с лесными пожарами. Было отмечено и то, что для помощи погорельцам Каптерева в сельской администрации открыт специальный счет. Ксения Соковикова, Алексей Кавтерев, программа «Южные горизонты».